Всем привет, сталкеры! Сегодня у нас тест-обзор гранатомёта РПГ-7. Ну, дорогая вещь, не знаю, нужная или нет, имеет космический вес. Но это, можно сказать, оружие злодея, так же, как и антизлодея. Каких-нибудь собачек стрелять из него, ну просто жалко. Это чисто ствол для ПВП. Не попал, представляете? Каких-нибудь собак него прямо жалко фармить. Чисто нагибатор для злодеев. Выстрелы дорогие. Ну, его надо таскать ещё дополнительным стволом в рюкзаке, я думаю. Убил какого-то волка позорного. Вроде как один выстрел одно очко для ремонта сносит. Куда эффективнее пользоваться гранатами. Или теми же бутылками с зажигательной смеси. Я думаю, это будет намного эффективней. У нас тут нету практически злодея. Промагал, представляете? Я из него толком и не стрелял. А стрелять-то лучше под ноги. Ну, Сходня убил. С одного раза. Чисто. Тоже убил. Для фарма, скажем, он вообще не подходит. Единственный момент для фарма. Это можно ведунов на камнях. В окрестных частях Любича фармить. Когда они стоят там толпой, можно их прямо сразу забрать всех и перых с одного выстрела. У меня так получалось. Вот и вам честно говорю. Конечно, записать я это не записал. Ну, давайте еще выстрелим по толпе судней. В общем, я даже не знаю, оставить этот ствол себе или нет. Вот они, втроем, примерно. Кого-то убил, кого-то нет. В общем, раскидываемся бабками космическими. Да, конечно, так и фармить останешься без штанов просто. Ну, вот так вот все равно здорово прилетает. Прилет. Промазал? Промазал. Еще можно и промазать у него. Представляете? Вот такой вот аппарат. Выглядит замечательно. Угрожающий вид. Я думал, это выстрелил непроизвольно. Ты, сука. Еще и сдох. Еще и патроны будут вовок выпадать. Все, я расстрелял весь боекомплект. Это было молниеносно. Ну, я не знаю, проще таскать на грандомете в автомате в подствольнике. Конечно, подствольник это не то. Но РПГ вас оставит без штанов. Это точно. Но нагнете вы с ним хоть кого. Короче, это оружие антипкшника, скажем так. Был изготовлен в 50-х годах и использовался для всех вооруженных конфликтов. Прицел можно поставить любой, как и на ЭКМ, но есть свой. Прицел ПГО-7В. Вот так вот он выглядит. Применяется для поражения бронированных целей. К сожалению, у нас их здесь нету. В этом сталкере бронированных целей. А очень жаль. Ну, на караване, я думаю, можно будет довольно нормально его использовать. Вам надо думать, нужен он вам или не нужен. Или вместо него лучше еще один ствол иметь. Цена порядка 40 миллионов. Ремонт дорогой. У полковника за очки тоже стоит немало. Я не знаю, оставлю его или продам. Почему-то мне его неохота продавать. И все время кого-то охота такого встретить, конченного. Влепить ему из гранатомета. Но будет это стоить нам порядка соточки по-любому. А вот боеприпасы от него продавать самая тема, я вам скажу. Если берешь у полковника и на гур притащил. Продавать по одному-два. Выхлоп. Просто четверной, пятерной. В общем, это оружие для тех, у кого прямо просто чемодан и денег. Играть он уже задолбался. Надо куда-то истратить весело валюту. Для этого вам поможет РПГ-7. В общем, оружие миллионера.